В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как будут решаться вопросы концессии? Состоялось заседание Городской Думы. Черный день, 26 апреля, годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС. Солдатами не рождаются. В молодежном центре прошел весенний день призывника. Далее расскажем обо всем подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутатами было принято решение о возложении полномочий по принятию решений на администрацию города. С момента поступления частной инициативы до момента принятия решения о возможности или невозможности заключения конституционного соглашения должно пройти не более 30 календарных дней. И именно этим в том числе вызвано изменение решения о перераспределении полномочий и передача всех полномочий на уровень администрации города принятия решений. Впрочем, это решение не лишает депутатов возможности влиять на условия конституционных соглашений. Планируется создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу, которая будет обсуждать ключевые параметры и условия конституционных соглашений, в том числе влияющие на тарифы. В целях рассмотрения частной инициативы, проведения переговоров по вопросу согласования долгосрочных параметров регулирования и тарифной модели предлагается создавать межведомственную рабочую группу с участием депутатов, представителей ресурсоснабжающих организаций города, с участием представителей администрации города САО, как раз для того, чтобы коллегиально рассматривать поступившие инициативы и предлагать какие-то решения. Решение администрации о заключении конституционного соглашения будет приниматься с учетом выводов и рекомендаций рабочей группы. Такое распределение полномочий в вопросах заключения конституционных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения, депутаты поддержали подавляющим большинством голосов. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. 26 апреля 1986 года навсегда останется в памяти людей черной датой. В этот день произошла самая крупная техногенная авария за всю историю атомной энергетики. В ликвидации Чернобыльской аварии принимало участие более полумиллиона человек со всех уголков Советского Союза. Несмотря на обилие новейшей техники, главной движущей силой ликвидации последствий катастрофы были люди, специалисты и простые работники, которые своими руками возводили саркофаг над разрушенным энергоблоком. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие более 600 тысяч человек. Александр Филиппович Кайдаров стал одним из первых ликвидаторов. Он помогал строить бункер над разрушенным четвертым блоком. Там он работал начальником управления производственно-технологической комплектации. А попал я после третьей телеграммы с министерства, потому что снабжение стройки – это очень серьезный момент, серьезная отрасль. И сроки были установлены, мы готовы очень жесткие по ликвидации этой аварии, потому что вся зараза пошла в Европу и накрыла зонтиком. Это ядерная пыль. И все были очень напуганы и поставили жесткие условия. Перед Александром Филипповичем стояла серьезная задача – закончить строительство бункера до ноября 1986 года. Работать приходилось вахтовым методом, иногда целыми сутками. Спустя несколько месяцев Александр Филиппович понял, что состояние его здоровья заметно ухудшается. Настолько было состояние здоровья отвратительное, у меня был поражен весь желудочно-кишечный тракт, вся флора убита. Практически защиты не было никакой, кроме ежедневной смены белья, нижнего белья и верхней одежды, и обуви. Восстанавливался Александр Филиппович больше пяти лет. Но, как признается мужчина, последствия от работы на Чернобыльской АЭС все же остались. Сегодня Александр Филиппович Кайдаров – заместитель председателя общественной организации «Чернобыльцев Сарове». Каждые 10 лет всем ликвидаторам аварии вручают медали и благодарственные письма. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. В связи с критической пожароопасной обстановкой 25 апреля указом губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области введен режим чрезвычайной ситуации. Запрещено разводить костры, готовить пищу на открытом огне на территории лесополосы и сжигать сухую траву. Кроме того, настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности при обращении с огнеопасными предметами, при обнаружении начинающегося лесного пожара сообщить по телефону 01 или 112. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Тепло в Сарове отключат не раньше мая. Такая информация поступила из городской администрации. По словам чиновников, областном Минэнерго рекомендовали прекратить подачу тепла с 25 апреля. Однако, ввиду того, что в начале следующей недели синоптики обещают похолодание, отопительный сезон решили продлить. Батареи в квартирах сарапчан останутся теплыми как минимум до 6 мая. 14 мая в Департаменте образования по адресу улицы Гагарина, дом 6 пройдет собрание выпускников прошлых лет, подавших заявление на сдачу единого госэкзамена. Начало в 16 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Федерация лыжных гонок России опубликовала состав национальной команды на следующий спортивный сезон. Помимо прочих, в сборные вошли и представители нашего города. В честь российского триколора на соревнованиях различного уровня будут защищать сарапчане Артем Мальцев и Анастасия Седова. В молодежном центре прошел традиционный праздничный вечер для призывников «Солдатами не рождаются». К юношам, которые скоро пополнят ряды Вооруженных сил России, обратились старшие наставники, ветераны и представители духовенства. Как проходили проводы в армию новобранцев, расскажем в следующем репортаже. По словам Дарьи Сунцовой, яркая атрибутика юной армии, для нее не просто возможность выделиться своим беретом, на котором расположена кокарда с орлом и звездой, она невероятно гордится. Ярко-красная форма ее мотивирует. Я когда вижу эту форму, и когда я стою в этой форме, я понимаю, что Даша, надо, Даша, соберись, Даша, у тебя все получится. То есть, ну, когда я надеваю эту форму, это гордость, я испытываю гордость, что я сейчас стою в этой форме, и все получится обязательно. Слово «армия» для Дарьи не пустой звук. Глядя на своего отца, который отдал службе в Вооруженных силах много лет, она тоже решила связывать свое будущее с этой нелегкой для женщины профессией. Я свою жизнь тоже решила связать либо с МВД, либо с МЧС, либо с военным. То есть, сейчас я, по крайней мере, у меня планный настрой на МЧС. То есть, я хочу отучиться и поехать в Иваново, поступить в МЧС и дальше расти. Как и прежде, в зале молодежного центра собрались будущие призывники, их родные и близкие. В форме интерактивного концерта ребятам рассказывали о тех родах войск, в которых им предстоит служить, о долге перед страной и широких карьерных возможностях, которые открывает для них службу в армии. По словам заместителя военного комиссара Сарова Владислава Метлякова, даже несмотря на то, что служить ребята будут всего год, это сделает из них настоящих мужчин. Я думаю, год вполне достаточен для того, чтобы молодой человек понял, что такое служба, сформировался как мужчина, смог отвечать за свои решения, которые он будет принимать, мог работать в коллективе, в частности, в замкнутом, скажем так, коллективе, и мог отвечать за свои поступки. Всего в весенний призыв из Сарова отправится проходить службу около 50 молодых людей. И каждый раз, поднимаясь на сцену для напутственного слова, представители духовенства, ветераны и офицеры Саровской дивизии напоминали ребятам, что необходимо с честью нести гордое звание солдата и знать, что дома их с нетерпением ждут родные и близкие. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В конце апреля наш город традиционно присоединяется ко всероссийской акции «Весенняя неделя добра». В рамках этого проекта волонтеры инсайта провели в детской поликлинике акцию «Улыбнись, малыш». В этом году к добровольцам присоединились студенты Саровского физико-технического института. Подробности в следующем репортаже. Для маленьких пациентов ожидание приема врача в детской поликлинике перестало быть скучным и утомительным. «Улыбнись, малыш». С этой фразой активисты городского клуба волонтеров инсайта подарили каждому ребенку воздушный шарик с пожеланиями радости и здоровья. Раздаем им шарики со словами «Улыбнись, малыш», «Не переживай, все будет замечательно». И как-то смотришь в глазах детей, радость появляется, спокойствие, они улыбаются действительно. Акцию проводят студенты и школьники города в рамках «Весенней недели добра». Благодаря ей посещение доктора превращается для малышей в настоящий праздник. Волонтер Дарья Андрианова поучаствовала в акции первый раз и зарядилась положительными эмоциями. «Улыбняют дети настроения, это же так весело, смотреть, как они улыбаются так хорошо. Они такие счастливые, миленькие, с шариками». Волонтеры привлекали внимание малышей разноцветными шарами и яркими костюмами персонажей из мультфильмов. Это радовало не только детей, но и их родителей. Для маленького Матвея поход к врачу стал увлекательным приключением еще с порога поликлиники. «Дети все радостные, бегают, счастливые, все довольны, с шариками, друг друга улыбаются, меняются. Я думаю, что почаще бы надо проводить такие мероприятия вообще в городе». Акция проводится в городе уже 10 лет. И каждый год главный результат для организаторов – улыбки на лицах маленьких пациентов. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Международный день земли – это традиционная акция, в которой принимают участие педагоги, воспитанники общеобразовательных школ. Прибирая родной город, ребята не просто наводят порядок, они учатся любить природу. «Пытаемся привить детям культуру, любовь к природе, потому что, как показывает практика, что если ребенок убирает сам за собой, он в следующий раз, возможно, ту же бумажку уже и не бросит». Традиционно на субботнике ребята вспоминают о глобальных проблемах земли и своим примером показывают, что исправить положение в руках каждого из нас. Чтобы привести в порядок заливной лук и прилегающую территорию, ребятам потребовалось полчаса. Улов получился богатый, но неприятный. «Люди слишком, не знаю, как-то наплевательски относятся к природе, что они просто выкидывают мусор, им тяжело как будто дойти до мусорки и просто выкинуть. Они просто все кидают на землю. Бутылки, картонки, но они так быстро не перерабатываются. Все это все равно уходит в почву. Затем здесь не могут вырасти растения». Акция «Международный день земли» в Сарове проходит с 1989 года. Нынче в ней приняло участие более 200 школьников. Сразу после выпуска новостей смотрите наш специальный проект «Лица Победы» и с первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Анна Николаевна Колосветова родилась в деревне Ямской в Мордовской республике. Через несколько лет вся ее семья переехала в город Первомайск Нижегородской области. Там юная Аня окончила 7 классов и сразу пошла работать на завод с таночником, а уже после отучилась на права и стала работать водителем. Дали мне машину. Стал я работать. Работала. Наш железнодород там был. В лесу возили бревна. С прицепом грузили мы. Пять девчонок. Работать и водить машину 17-летней девушке нравилось, но в ноябре 41-го года ее сняли с должности и в приказном порядке отправили в город Муром, где она и ее сверстники рыли противотанковые рвы для вражеской техники. Анна Николаевна признается, что копать глубокие овраги было страшно и тяжело. Глина. Ладно бы песок был. А у нас глина сырая. На ложную тачку наверх вытаскивали. Сложно. Поесть нечего было. На квартире там стояли. Спали на полу там. Несколько человек нас туда поселили. Хлеб дадут немножко. И все. Все я даю. Уже в конце 41-го года ее отправили домой, где женщина вновь стала работать водителем. И до конца войны она развозила продукты питания нуждающимся. В войну посылали в командировку. У меня в Нижний. Там работала я. Возила рожь, зерно. На мельницу. Мельницу мололи на муку. Потом я развозила туда на хлебзавод. По магазинам, где хлеб пекут. После войны Анна Николаевна переехала в наш город и в 59-м году начала свою карьеру. Сначала работала заправщицей, после кондуктором автобуса. А уже с 71-го года трудилась в сфере строительства. Сегодня лацканы пиджака Анны Николаевны украшают множество наград. И на особом месте медаль за доблестный труд в годы войны. В конце мая Анна Николаевна отметит 95-летний юбилей.